Сегодня наступает новое начало в твоей жизни. Уверенно иди в направлении своих целей. Знай, что это твой день для того, чтобы начать воплощать свои мечты. Ты узнаешь, как в четвертом измерении достигать самых высоких вершин, имея неограниченные ресурсы в своем разуме и воображении. Начни свою новую успешную жизнь прямо сейчас. Я знаю закон четвертого измерения. И в этом законе самая главная вещь, что ты можешь все. Кто-то меня услышал? Что если так не бывает, если так не делается, если так ни у кого не было, для тебя все вот эти слова, если ты знаешь закон четвертого измерения, они для тебя вообще ничего не значат. Потому что ты становишься тем, который устанавливаешь порядок. И говоришь, а теперь вы будете знать, что так бывает. Ты хочешь, чтобы так было в твоей жизни? Через закон четвертого измерения ты можешь выходить за рамки своего обыденного мышления, восприятия всей своей жизни, ситуации. Ты можешь творить. Бог хочет. Бог творец. И Он очень хочет творить. Он хочет вступить с тобой в сотрудничество и творить что-то, что будет самым невероятным. Многие люди не понимают самой простой вещи. Они пытаются, бывает, достигнуть чего-то маленького, думая, что как будто бы для Бога тяжело сделать большое чудо. Для Бога не тяжело. Он всемогущий. Для Него одинаково, как можно исцелить, к примеру, насморк или исцелить четвертую стадию рака. Для Него это одинаково. Кто-то меня услышал? И Он не напрягается, когда Он делает или одно, или другое. Для Него несложно дать человеку 100 долларов или дать человеку 100 миллионов долларов. Для Него это не тяжело. Кто-то из бизнесменов меня услышал? Я не слышу вас. Для Него не тяжело, чтобы у тебя было в церкви там 100 человек или у тебя будет 100 тысяч человек. Ты пойми, все, что Бог хочет, чтобы ты начал концентрироваться, Бог будет двигаться всегда с тобой. Он будет двигаться вне тебя. Чудеса, которые будут происходить в твоей жизни, они будут всегда происходить согласно твоей концентрации. То, на чем ты сосредоточился, сконцентрировался, там, где твое внимание, там всегда будет двигаться Бог. Если ты сегодня сосредоточен на неудачах, на поражениях, на бесплодии, на болезнях, если у тебя мышление, ты как бы сам не контролируешь это, но это в тебе. Это и есть причина, почему ничего не меняется. И ты на это смотришь и убеждаешься. Нет, это неправильно. Все, что мы имеем, друзья, послушайте, все, что мы имеем в жизни, это ни больше, ни меньше, как результат того, о чем мы раньше думали, как мы мыслили и что происходило в нашей душе. И сегодня все это может быть ненастоящим. Если сегодня начать правильно мыслить, концентрироваться, мы увидим великие чудеса. И вот я вам скажу, когда я принял это решение, я начал мыслить, я начал видеть, я начал видеть в Киеве здание, наше здание, храм. Я увидел это, я стал это представлять, я стал просить. И был момент, вы не представляете, какой он был сложный. Когда пришел день, и мы уже делали сделку, я помню, я был дома, я встал просто вот так у окна и стоял, и я знал, что всегда вот с этими моментами, когда сделки, начинается то какой-то бумажки нет, то какой-то нет подписи. И начинается вот это вот движение, и я его очень не люблю, ну так мой секрет. Я очень не люблю этого всего. Мне все нравится делать быстро. Вот так, когда это сделать? Вчера. Все, вот так вот самое лучшее. Вот так мне нравится. И вот я помню, я стою, и они уже все делают сделку. Я помню, я встал, и я вот просто начал говорить с нашим Богом, с Творцом. Я просто так видел, я так понимал, что я не хочу, чтобы было хоть вот ни одной проблемы. Ну так не бывает, чтобы ни одной. Но я говорю, ни одной. Вот я знаю, что так не бывает. А вот пусть сегодня им будет именно так. Мне звонят через полчаса. И говорят, мы уже здание купили. Я говорю, да? Они, да. И тут, говорит, тот, что продал здание, он, говорит, он такой счастливый. Он, говорит, тут прыгает, радуется, говорит. И говорит, где там Владимир Михайлович? Говорит, давайте мы вместе встретимся. Выпьем, говорит. Я с ним так и не поговорил, потому что, думаю, вдруг он меня соблазнит. Это шутка. Это шутка. Я бы сам согласился. Послушайте. Ну, в общем, это был момент, это был момент просто нереальный. И вы знаете, всегда то, что ты видишь. То, что ты видишь. И вот я каждый раз применял это. В Днепропетровске с нашим зданием я применял это. И здесь, в Киеве. Ну, это то же самое. Знаете, что я видел? Я видел, как я стою и говорю в здании, где много людей. Однажды мы с Викторией были в этом помещении, в Дворце спорта. Помню, здесь было собрание, проводил, по-моему, Бенихин. Это еще когда-то было. Когда еще у нас здесь не было ни колледжа, ничего. И после собрания все ушли. А я специально остался. И я вышел сюда на сцену. И я просто так стоял и смотрел. Зал был пустой. Ну, чтобы вы были в курсе, он был пустой. Но то, что он был пустой, это была неправда, слышите? Потому что я стоял, я смотрел, и я видел его полным. И я знал, что правда в том, что он полный. Вот так, как сейчас я хожу, я ходил здесь прямо. Я ходил, я смотрел и видел вот так, люди сидят, вот так, люди сидят. Забитый зал, я вот так вот делал взор свой. Давай делай его. Люди сидят. Полный дворец спорта. Полный дворец спорта. Я наслаждался просто. Я входил в четвертое измерение. И я видел это. И я видел это. И я продолжал это видеть. И я стоял и смотрел. Стоял и смотрел. И я знал, друзья, что такого не бывает, к примеру, что можно сделать колледж на целый месяц. И целый месяц будет полный дворец спорта с утра до вечера сидеть здесь. Ну, я извиняюсь, но мы же в сказки не верим. Ну, правильно? Где? Вы такое видели когда-нибудь? Такого не бывает. А мне все нравится, чего не бывает. Уже сейчас представь свою мечту осуществленной. Прорисуй этот образ до мелочей. Пусть перед твоими глазами стоит ясная и четкая картина твоего успеха. Задержи этот образ в своем разуме. Сделай его живым и осязаемым. И ты увидишь, как тот образ и чувства, которые ты переживаешь, материализуются Богом в твоей жизни. Давай уже сейчас практиковать молитву в четвертом измерении и видеть, как эти законы работают в твоей жизни. Наше сознание — это мощный инструмент. Я новый человек, первый Христе Иисусе. Благеславие мы во всем. Благеславие мы во всем. Работай сегодня с твоим сознанием. Истина сделает тебя свободным. Ты можешь быть носителем благословенную. Благеславие мы во всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Моя мысль помазанная... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прими решение... Доверься Богу... Он позаботится о твоем достатке... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...